Вы, религиозные, верите, что все болезни и проблемы посланы Богом за грехи. Вы согласны? Ну, наверное. Да или нет? Да. Да. Я, ну, не я, а автор вопроса, работаю врачом в больничной кассе и вижу очень много ультра-ортодоксальных пациентов. Так. Очень много, которые по сто раз переспрашивают, идут консультироваться к другим врачам и так далее. Они маловеры? Вильянский Гаон перед смертью запрещал привести к себе врача. Он считал, что лечиться у врачей есть недостаток веры. Но Аллаха, общепринятое, не так. В этом вопросе мы говорим, что общий уровень народа не находится на уровне с Вильянским Гаоном, который не пользовался услугами врачей. Можно пользоваться услугами врачей, нужно пользоваться услугами врачей. Это правильные старания, это правильное поведение пользоваться услугами врача. Поэтому это не маловерство пойти лечиться. С точки зрения Аллахи, то, что они переспрашивают, вы там задаете вопрос, переспрашивают, волнуются. Поскольку им нужно принять правильное решение, то для того, чтобы его выяснить, для того, чтобы принять это правильное решение, нужно четко различить, выделить критерии. И поэтому, может быть, они переспрашивают, надо знать каждый конкретный случай. Ну, хорошо. Допустим, человек, с ним случилась какая-то неприятность. Он религиозный. И это не просто какая-то простуда, да, а нечто более серьезное. Вот он сидит, думает, что-то талмуд. И даже зная тот псаг, который вы сейчас сказали, что можно и нужно, но он думает, а может быть, вот, устражиться и не пойти? Нельзя. В наше время нельзя. Для нас нельзя. Вильмский Гаун мог. И даже ему врача привели его родственники перед смертью.